Жители поселка Березовка могут остаться без холодной воды. Местная администрация не решает проблему сельчан уже больше 10 лет. Участок земли со скважиной приобрел бизнесмен, а других источников у местных нет. Теперь станцию собираются отключать. Сегодня сельчане вышли на сход, чтобы достучаться до чиновников. В ситуации разбирался Максим Лебедев. 100 семей остаются без воды полностью. Это 100 семей в каждой семье, это каждого, дети и пенсионеры у всех. Люди боятся, что воду домой придется покупать. Четыре улицы в поселке Березовка снабжает насосная станция. Раньше она принадлежала совхозу. В начале нулевых предприятие закрылось, однако насосную станцию поселку так и не передали. Она не получила даже статуса бесхозной, а значит за нее никто не отвечает. Местная жительница Татьяна Сочнева рассказала, летом здесь поставили счетчик электроэнергии. Но платить ее местные жители не могут, лицевых счетов нет и тарифы не установлены. Теперь энергосбыт требует остановить работу станции из-за задолженности. В 21-м леверке берите карамысо и вперед скажут. Все у нас так останется. Если даже не будет морозов, просто станет вода, а не трубы начнут сыпаться одна за другой. Просто по износу. Если морозы все же ударят, трубы точно придут в негодности, а скважине придется забыть. Пока местным удавалось поддерживать станцию в рабочем состоянии. Нанимали подрядчиков, что-то делали сами. Та же история и с бочкой, через которую вода распределяется по домам. Эта цистерна стоит здесь уже больше 30 лет. Сейчас ее никто не обслуживает и конструкция сильно изношена. Каждый год внутри бочки намерзает лед, швы расходятся и вода вытекает наружу. Ремонтировать цистерну приходится жителям своими силами и на собственные средства. По словам жителей, местная администрация проблему решить не может. На прошлой неделе глава поселка Сергей Суслов предложил жителям обратиться к губернатору края. Хотя по закону такие вопросы должны решать местные чиновники. И здесь не собирай пока, а потом что-то может выбирать, и сразу что-то может считаться. А по какому тарифу нам тогда собирать, Сергей Анатольевич? Вот, не знаю, по какому. В итоге глава поселка все же пообещал договориться с энергосбытом. Но это лишь краткосрочная мера. Скважина стоит на частной земле. Участок после развала совхоза приватизировали бизнесмены, которые имеют полное право снести башню. По словам помощника депутата Госдумы Алексея Бойкова, выход из ситуации может быть только один. В перспективе это пересмотр приватизации, оспаривание приватизации и в целом выделение данного земельного участка с скважины на участке. В перспективе и долгом это подведение водопровода с Красноярска, но это долгая перспектива, в любом случае не один год. Главы поселка на рабочем месте не было. Ситуацию прояснил заместитель по благоустройству. Надо заключать договоры на электроснабжение. Собственник скважины пока не готов заключить договоры. В дальнейшем сети будем ставить на баланс, как безхозяинный объект. Ну, естественно, отдавать в аренду. Что помешало сделать это в прошлые годы, не ясно. Конкретных сроков, когда вопрос с водой будет решен, в администрации пока не называют. Жителям же остается только запастись терпением и водой.